Какие новые пространства появятся в Тольятти в самое ближайшее время и как бизнес-сообщество помогает сделать наш город лучше? Об этом и многом другом поговорим сегодня. Это программа «Обозреватель мнения» в студии Яна Левина. И я приветствую нашего гостя Дениса Волкова, директора группы компании «Эковоз». Денис Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, пожалуй, начнем нашу программу. В Тольятти за последнее время, как мы знаем, появилось достаточно большое количество новых пространств. Среди них, как мы знаем, совсем недавно открыли сквер имени Сергея Федоровича Жилкина. Наши съемочные группы как раз-таки были на открытии. Вот мы сейчас видим кадры с места открытия. И также параллельно ведется благоустройство сквера 14-го квартала. Давайте подробно об этом поговорим, об этой территории, что там будет. Потому что я знаю, что была проделана очень большая работа, в которой принимали участие в том числе и сами жители Тольятти. Да. Ну, 14-й квартал – это мой округ. Действительно, было очень обращение много от жителей, что нам надо благоустроить общественные пространства. Я даже скажу больше, сейчас вот в направлении жители просят, чтобы обустроили не только придомовые территории, где мы делали там детские площадки, спортивные, а именно общественные пространства внутри кварталов. И вот 14-й квартал в этом отношении показательной была инициатива от жителей. Далее мы привлекли Тольяттинский государственный университет, центр дизайна, который нам в прошлом году, в начале года прошлого, разработал дизайн-проект этого общественного пространства, где после этого мы вместе с жителями обсудили, какие зоны функциональные нам там нужны. У нас там будет сцена, где можно проводить массовые мероприятия. У нас там будут детские площадки как для маленьких детей, так и для среднего возраста. У нас там будет спортивная площадка. У нас там будет место, где могут жители просто вечером погулять, отдохнуть. То есть это полноценное общественное пространство, которое будет использоваться в свободное время жителями 14-го квартала. После этого, то есть после разработки дизайн-проекта, у нас были выделены средства городские на проектирование. В данном случае здесь очень большое спасибо поучаствовал депутат городской думы Подоляка Виталий Игоревич. По выделению данных средств было спроектировано уже это пространство. И в рамках комфортной городской среды уже я, как депутат областной думы, достаточно активно поучаствую, чтобы в конце прошлого года, на этот год были выделены средства. Но подчеркиваю, чтобы это пространство мы могли уже строить, нам надо было еще пройти голосование. Вы знаете, сейчас в рамках комфортной городской среды жители должны участвовать, выбирать те пространства, и в первую очередь делать те пространства, которые набрали большее количество голосов. И вот весной было голосование, и мы уже видим результат этого голосования, что на сегодняшний момент уже сквер делается, и уже в августе месяце он будет сдано эксплуататься. Ну вот буквально на днях мои коллеги, корреспонденты, телеканал Талятия-24 побывали в 14-м квартале на месте сквер. Давайте посмотрим сюжет, а потом продолжим разговор. Там будет тренажерный комплекс с навесом, вот здесь вот, да, с зоной лонкаута. Сейчас будут здесь не волнуйтесь, лавки сюда доставим, если надо. То есть еще раз, все у нас здесь, покрытие будет полимерно. Строительство сквера 14-го квартала оценивают жители. Именно они отдали за идею об устройстве этого места отдыха свои голоса в проекте формирования комфортной городской среды. Результаты ждут буквально в каждой квартире близлежащих домов. Это наше, это сердце квартала, вы что? Мы столько ждали. Еще год назад это место было заброшено, а на 15-тысячное население 14-го квартала не приходилось ни одного пространства, где можно было бы отдохнуть после работы и прогуляться с детьми. Ребята вот с нашего подъезда часто останавливаются, попросите, напишите в администрацию, чтобы были турники. Желание подростков, да и всего квартала услышал депутат Самарской губернской думы Денис Волков. Он заказал дизайн-проект сквера, обсудил его с жителями. Это их запросы определили облик и наполнение сквера. Воркауты, детская площадки, сцены и лавочки для отдыха, хорошее освещение и тротуары для прогулок. Благодаря совместной работе депутатского корпуса города Тольятти и благодаря работе Дениса Александровича Волкова удалось найти возможности, чтобы нас услышали и в области, и в городе Тольятти администрация, и создать такие благоприятные условия для наших жителей. Народные избранники добились подготовки и включения проекта в программу формирования комфортной городской среды. Мы жители голосования за этот сквер, и за счет федеральных областных средств мы выделили сюда средства 12 миллионов рублей. Здесь уже я активное участие принимал, чтобы деньги сюда попали, и выйдем уже в этом году. Сквер готов. Срок сдачи объекта 1 сентября, но подрядчик работает с опережением графика. Праздничное открытие сквера намечают на начало августа. Принимали активное участие в голосовании, и с нетерпением ждем открытия данной площадки. Ребята третьего подъезда автостроителей 47 обещали наблюдать, чтобы оставался порядок на площадке. Не ломалось оборудование, все сохранить в целостности. Учитывая, что у нас квартала километр на километр, такие площадки необходимы, нужны в каждом квартале автозаводского района, ну как минимум два таких участка. В этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды планируется обновить шесть общественных пространств. Я в любом случае на своем округе иницирую дальнейшие вот эти положительные опыты. Мы обсуждаем проект сейчас девятого квартала, мы обсуждаем проект микрорайона Северный, это Льва Толстого. То есть мы будем пытаться вову устраивать уже не придомовые территории, а именно общественные пространства, там где жители могут прийти и вечером провести хорошее время. Денис Александрович, я знаю, что это далеко не первый проект, который был реализован в Тольятти при вашем непосредственном участии. Давайте напомним зрителям, какие это были общественные пространства. Ну первое пространство, которое появилось на моем округе, это 12-й квартал, бульвар Гая. Я напомню, в 2017 году также проходили общественные обсуждения, голосования общественные, и бульвар Гая занял там одно из первых мест. И мы уже видим, уже 18-19 год, когда он был построен, действительно очень нужное и важное для 12-го квартала пространство. Напомню, там достаточно большие средства, там больше 70 миллионов рублей было выделено на эту программу, была достаточно сложная, сумма большая. Но мы ее сделали, и жители очень довольны, что у нас появился современный бульвар Гая. Ну, я вообще знаю, группа компании «Эковоз» большое внимание уделяет облику города. И, конечно, мы во многих улицах, на многих кольцах дорожных видим цветочные композиции от группы компании «Эковоз». Но я знаю, что это тоже далеко не все, что вы делаете. Ну, действительно, касающиеся озеленения, благоустройства города, наша компания очень много делает. Да, наши жители видят и есть вот кольца, где мы усаживаем цветы, мы ставим клумбы. Кроме этого, мы занимаемся озеленением как города, так и восстановлением леса. Напомню, что в этом году мы восстановили лес действительно активно. Там несколько тысяч человек пришло, мы скупили больше 50 тысяч саженцев, там больше 18 гектаров было засажено. Всем спасибо, кто в этом участвовал. Да, мы как раз сейчас видим эти кадры с посадки леса. Да, кроме этого, у нас есть программа, и мы за последние 5 лет больше, наверное, тысячи полторы деревьев высадили во дворах по заявкам жителей. Это очень важно, потому что озеленять город, это нужно. Каждый, вот только в этом году 200 деревьев посадили. То есть каждый год достаточно активно увеличиваем заявки, от жителей они идут, придумывая территорию, у нас появляется новое зеленое саждение. Я думаю, это очень хорошо и нужно для нашего города. Но мы не говорим о наших экологических мероприятиях, которые там работа со школами, где мы внедряем раздельный сбор. И у нас, вы видите, эко-мобиль ездит по городу, который собирает опасные отходы и вторсырье. Это наша постоянная работа, и я думаю, жители это видят, оценят. Да, безусловно, даже мы, наша редакция, что я раскрою секреты, тоже собираем крышечки пластикой, которые потом, в общем-то, передаем на хорошие благие дела, на реализацию проектов. Вернемся к новым пространствам, к обсуждению, вернее, этих пространств. Как мы уже сказали, молодежь сегодня тоже принимает активное участие в создании облика, что, конечно, безусловно, не может нас не радовать. Речь идет о студентах Толятинского госуниверситета. Наши корреспонденты пообщались со студентами. Давайте сейчас их послушаем и дальше вернемся. Я предложила больше не от картинки уходить, а от пожелания жителей, что они хотят видеть. Ну, чтобы не было потом, как вот сделают красиво, и никто там не гуляет, никто этим не пользуется. И здесь, то есть, наоборот, почему сейчас еще раз будет встреча с жителями, то есть показать уже, к чему мы пришли, еще раз, чтобы они почувствовали свое участие в этом. Очень важно эта составляющая взаимосвязь, так называемое соучастное проектирование, когда в проектировании участвуют и жители, и исполнители. Когда мы включаем молодежь студентов в эти работы, мы еще эту составляющую как бы учитываем. Во-первых, вырастают специалисты, которые работают в этих проектах, да, и понимают важность, ну, их профессионального назначения. И, во-вторых, кроме этого роста, мы еще пытаемся тем самым привязать их, в кавычках, к своей родине. А есть ли у вас уже совместные планы с Талятинской молодежью? Да, мы хотим дальше продолжать это общественное пространство. У меня есть еще на округе другие кварталы, где у нас еще не благоустроены эти территории. И вот сейчас мы вместе с Талятинским государственным университетом, центром дизайна, начинаем разработку или разработку же концепции еще двух пространств. Это бульвар Туполево 9 квартала, и мы буквально в ближайшие дни будем с жителями обсуждать, вот как в 14 квартале, так же в 9 будем обсуждать, что мы там хотим увидеть. И микрорайон Северный, это центральный район, там тоже молодая застройка, там много молодых семей, которые тоже, к сожалению, нет ни одного общественного пространства, где можно будет выйти вечером, там, в свободное время, в выходной день погулять. Мы тоже там в этом году разработали концепцию, надеясь, на следующий год, если все нормально, мы сделаем проектные работы, обсудим, опять же, это житие, примем участник в голосовании, и уже через два года у нас там появится новое пространство. Но я хочу подчеркнуть, у меня еще есть и другие, там у меня есть и квартала, где в 13-м надо благоустраивать, у нас 14-а, 14-б квартала тоже, то есть мы тоже там рассматриваем пока участки, где мы это будем делать. В общем, места у нас достаточно много в Тольятти, которые нужно благоустраивать, да, и делать красивее. Ну, вообще, в этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды, как мы знаем, будет обновлено 6 общественных пространств и 27 дворов. Мне кажется, ну, достаточно такие неплохие цифры. Ну, хотелось бы больше. Ну, хотелось бы больше, безусловно. Хотелось бы больше, да, но в рамках тех денег, которые она выделяет, подчеркиваю, это федеральная программа, выделяются федеральные деньги, финансируются областными деньгами. Поэтому мы стремимся как можно больше увеличить, но каждый год приходят достаточно существенные 100-200 миллионов рублей, на которые мы благоустраиваем территорию. Кроме сквера в 14-м квартале и тех проектах, о которых вы сейчас говорили, что граждане могут увидеть в перспективе в ближайшем будущем? Ну, я, во-первых, хочу обратить внимание, я думаю, чтобы жители активно поучаствовали в вообще обсуждении строительства нашей набережной. Вы знаете, вот только в эти выходные губернатор приезжал, смотрел на начало строительства. Я напомнил, что у нас уже идет строительство в первую очередь. Будет выделено там порядка миллиарда рублей. Вообще вся набережная встает нам больше 5 миллиардов на несколько лет. Но сейчас обсуждается концепция, да, и я надеюсь, что мы сейчас жители будем активно обсуждать, что мы хотим на этой набережной увидеть, потому что пока только спроектирована первая очередь. Начинает спроектироваться вторая, там, третья очередь, и на них можно тоже будет посмотреть, что нам лучше. Там, возможно, там велосипедные дорожки, возможно, там... Вот у меня есть вопрос там по количеству парковочных мест. Я думаю, они недостаточно, мне кажется, надо там увеличивать. Но я думаю, вот это, когда это начнется общественное обсуждение, жители скажут, что они хотят. И набережная должна у нас получиться, я думаю, не хуже, даже лучше, чем в Самаре. Ну вот а вы, как житель Тольятти, что бы хотели видеть на этой набережной? Ну, я хотел бы видеть свободное пространство, где можно погулять, да, то есть прийти вечером погулять. Я хотел бы видеть там, чтобы были какие-то места для культурных массовых мероприятий, чтобы жители приехали, там действительно могли провести время. Там, естественно, должны быть какие-то спортивные объекты, которые тоже, возможно, будут задействованы. И мало того, и то, что мы обсуждаем, и губернатор ставит задачу, чтобы набережная работала круглогодично, чтобы было предусмотрено так, что у нас зимой тоже она была загружена. Учитывая, что у нас набережная достаточно находится, не в шаговой доступности, естественно, нам надо будет организовать систему транспорта, систему парковок, систему, возможно, велосипедной дорожек, которой там можно было ставить велосипеды, там погулять, поехать обратно. Там какие-то зоны проката каких-то там, ну, именно и водных транспортов. Там же будет устроена, скорее всего, будет сделана марина для детского парусного спорта. Вот мы сейчас обсуждали, чтобы тоже было, чтобы... То есть концепция должна быть комплексной, чтобы жители туда именно тянуло, приезжали и могли целый день там проводить. Ну, и, конечно, гостей-то в первую очередь город привозить, показывать. Это вторая концепция, чтобы он еще сделал притяжение туристическое, чтобы здесь у нас могли приезжать с других городов и жители отдыхать на этой набережной. Это тоже мы будем предусматривать. Ну, конечно, мы много говорим о том, что мы живем в уникально красивых местах, в окружении Волги и Жигулевских горок, поэтому, конечно, нам нужна набережная, безусловно. Я думаю, это будет наша достаточно такая хорошая фишка. В Тольятти появилась красивая набережная. Будем ждать с удовольствием. Денис Александрович, я благодарю вас за эту встречу, за эту беседу. Спасибо большое, что нашли время в вашем плотном графике и ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Обозреватель мнения». Напомню, в нашей студии был Денис Волков, депутат Самарской областной думы, директор группы компании «Эковоз». В студии работала Яна Левина. Всего доброго и не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова